Добрый день! Сейчас разберем случай, когда нам нужно на калитке установить вызывную панель домофона и кодонаборную панель. У нас есть два столба, между которыми находится калитка. В данном случае у нас будет так, что на одном столбе у нас будут петли и, соответственно, сама калитка. Электрозамок будет устанавливан с внутренней стороны. К электрозамку нужно подвести провод 2х0.75. Чтобы перейти от полотна двери на столб, нам потребуется гибкий переход. Этот случай мы разбираем конкретный. У нас нестандартное размещение. Устанавливается кодонаборная панель на вот этом столбе с внешней стороны. Чтобы было понятно, вот тут нарисую кодонаборную панель с внешней стороны. На этом столбе с внешней стороны будет вызывная панель. У нас кодонаборной панели. Нужно подвести провод, это между столбами, провод для подачи напряжения на электрозамок. Провод ПВС 3х0.75. За кодонаборной панелью нам нужно в столбе установить БУС. Дальше. Нам требуется провод витая пара между кодонаборной панелью и вызывной панелью. UTP. Кодонаборная панель будет записываться от ближайшего источника питания. 220 вольт. Блок питания. 220 вольт. Это где-то будет в гараже. Вызывная панель домофона будет подключаться проводом КВК. КВК-П. Это значит уличный, хотя он будет прокладываться в земле, но просто потому что изоляция тверже и лучше для прокладки. КВК-П 2х0.75. Потому что с небольшим запасом. Пусть будет. Некоторые используют витую пару. Ее тоже можно использовать, но витая пара не работает с АHD-мониторами. Вот такая у нас получилась схемка. Вызывная панель, кодонаборная панель, блок питания и электромеханический замок.